В республике стартовал третий международный квест по предпринимательству для детей и молодежи бизнес ТИН. Министерство образования включило проведение квеста в качестве обязательного мероприятия единого урока по вовлечению подростка в предпринимательскую деятельность. В Нерингре одной из площадок квеста стал бизнес-инкубатор. Тему продолжит Галина Якимчак. Для участия в международном интернет-квесте подросткам необходимо было зарегистрироваться на сайте. Каждый желающий мог пройти квест в любое время и с любого устройства. Однако участники бизнес-клуба Центра развития творчества детей и юношества решили сделать это централизованно в бизнес-инкубаторе города Нерингре. Мы предоставляем в частности образовательные услуги и услуги каворгинга Центра. Это очень удобно. У нас есть подключение к интернету, готовое рабочее место. Дети приходят и студенты смотрят, что это рабочее место предпринимателя. Садятся и уже и работают. Такая форма обучения и тестирования призвана ознакомить участников с историей российского предпринимательства и российского рубля, которому в этом году исполнилось 300 лет. По окончании квеста и прохождении всех тестов детям будет предоставлен диплом с их результатами. Кроме того, предполагается, что данное мероприятие поможет подросткам в дальнейшем самоопределении. Я думаю, что помимо моей работы основной, я, скорее всего, буду заниматься каким-то еще предпринимательской деятельностью. Да, мне это понадобится. Международный квест по предпринимательству для детей и молодежи «Бизнес ТИН» существует уже несколько лет. За это время его участниками стали более 300 тысяч школьников и студентов. Поэтому его можно считать самым массовым образовательным мероприятием по предпринимательству на территории России и всего постсоветского пространства. Виктория Харитонова, Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерингри.